В Управлении образования города прошло городское собрание профсоюзного актива работников сферы образования Азбеста, посвященное 104-й годовщине профсоюзного движения Свердловской области. В собрании приняли участие представители самых крупных первичных профсоюзных организаций сферы образования. Прибывшая в Азбест председатель Свердловской областной организации профсоюза образования Татьяна Трошкина в своем выступлении сказала, что профсоюзы очень гибкая и мобильная организация. Мы на самом деле доказали, что мы не просто такая вот очень востребованная, мы еще очень гибкая и мобильная организация. Мы очень чутко реагируем на все вызовы времени, на все потребности наших членов профсоюза. У нас он особенный, у нас в нем состоят и работники, и работодатели, и руководители. На самом деле мы сегодня, у нас тоже законно, чтобы все, что не происходило в нашей системе, делалось правильно и как это должно быть. А если что-то вдруг нас не устраивает, на то у нас есть ресурсы обращения к депутатам, наши юристы профсоюзные, наша служба охраны труда, которые в состоянии многие вещи не только проанализировать, но и сформулировать конкретно, а что требуется изменить в той или иной системе, в том любом законе, в нормативном акте, чтобы в системе образования жилось лучше. Затем Татьяна Трошкина вручила активистам почетные грамоты и значки «Символ профсоюза». Такой грамотой была награждена и Елена Таниди, директора 18-й школы поселка Белокаменный. Я благодарна за такую высокую награду, за честь, которую на сегодня предоставлено нашему образовательному учреждению. Именно профсоюзы, сказала Елена Таниди, стоят на острие борьбы с антиазбестовой компанией. И самое главное, как показалась сегодня наша жизнь, я желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам всем семейного благополучия, безусловно материального достатка, счастья, успехов, удачи. А самое главное, я желаю всем нам мирного неба над землей и работать на благо нашего замечательного, самого лучшего в мире города под красивым названием «Азбест». Тему антиазбестовой компании продолжил председатель Координационного совета профсоюза города, депутат Думы Азбеста Леонид Ремезов. Профсоюзы защищают не только рабочие места, интересы рабочих имеется в виду, но и защищают целые предприятия. То есть вот как раз профсоюзы выступили против лоббистов из-за рубежа, которые сегодня поднимают вопрос, а в этом году вновь будет подниматься вопрос на Аркадемской конвенции о внесении в запретительный список хризотилов и хризотилового отрасли в целом. То есть в данном случае мы сегодня заручились поддержкой как правительства Российской Федерации, так и наших коллег из-за рубежа, что будет поддержка. Ну и вот как раз здесь в одной из важных ролей играет профсоюз. Я сегодня представляю общественные организации. У нас очень много общественных организаций на территории нашего городского округа. И приятно поделиться той новостью, что наша общественная организация, это союз ветеранов спецназа ГРУ ГШ, имени Героя Российской Федерации Шептаева, вот опубликовала такой журнал. Ну и этот журнал я имею право и, наверное, возможно сегодня вручить для Татьяны Евгеньевны. Руководитель Азбестовского отделения межрегиональной общественной организации союз ветеранов спецназа ГРУ Юрий Туруткин, который был приглашен на профсоюзное мероприятие, подарил гостю из Екатеринбурга Татьяне Трошкиной журнал организации союз ветеранов спецназа ГРУ «Вежливые люди». Мне бы хотелось, уважаемые коллеги, уважаемые работники профсоюзных организаций, чтобы вы находились прямо вот на нужном месте между именно работником и работодателем, потому что это важно, на вас люди смотрят, они, как было сказано, с вами советуются и обращают на вас пристальное внимание. Награждение продолжила председатель городской организации профсоюза Елена Аникаева. Она вручила почетные грамоты профсоюзным активистам. Благодарственные письма главы города вручила начальник управления образования Светлана Валеева. По поручению главы Азбестовского городского округа вручить несколько благодарственных писем от Натальи Рубертовны. Она передает вам тут же поздравления, желает вам здоровья. Сегодня она находится на совещании главы администрации Светлана Валерийской области и, к сожалению, не смогла к нам прийти. Но, как вы знаете, она всегда с нами, поддерживает педагогическое сообщество. Благодарственное письмо от имени Елены Азбестовского городского округа Мушуева и Натальи Викторовне, учителю, председателю первичной профсоюзной организации, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 30. Олег, вручить благодарственное письмо, пожелать вам тоже здоровья, счастья и всего самого хорошего. Спасибо. Светлана Валеева поздравила присутствующих с праздником профсоюзного движения. Сегодня я хотела бы поздравить вас всех с праздником, пожелать вам, конечно, в первую очередь здоровья, сил, терпения. И, конечно, выполняя эту нагрузку, как уже Елена Петровна проговорила, сегодня вы действительно становитесь теми людьми, которые должны в том числе помогать нашим работникам в осуществлении их прав, чтобы права были трудящиеся и обязательно соблюдены. К сожалению, отметила начальник управления образования, не все образовательные организации сумели пригласить в связи с ограничительными мерами при проведении мероприятий. Юрий Чиликин, Андрей Осипов. Новости АТВ.